Здравствуйте, это Кавказ Геррифорд, сейчас занимаемся... закрывай, Саш, мелких конечно пока лучше не надо, ну ладно, пусть будет. Работаем с расколом для скота. Субтитры создавал DimaTorzok И после вчерашнего отделения молодых телок от общего стада коров Геррифордов и, соответственно, взрослых телок, мы сейчас ведем двух быков, наших главных осеменителей, у которых в этом стаде еще нету потомства, то есть мы знаем, что линии не пересекаются. И вот я веду быков на осеменение до материнского стада. Сейчас опущу изгородь. Изгородь опускается в любом месте достаточно просто. Вот так вот. Сейчас вторую точку опущу, и тогда быки спокойно зайдут до коров. Так, этот конь уже начал сено ломать. Сейчас, его надо обогнать. Иди назад. Пятый. Хватит. Идите, идите до коров. Сейчас. Что вы это? Ну, вы не тем занялись, а? Там коровы, ребята. Вы не понимаете, и телки даже есть. Телки, коровы. Для вас же это ж кайф. Давайте, вперед. Пятый, иди. Иди к телкам. Пошли. Пошел, восьмой, давай. Вон, смотри, пятый куда идет. Прошу прощения, задерганное видео. Сиди там, а я его загоняю. Оно опущено, вон там, мама. Сильно опущено. Все. Все, можно считать бык в стаде. Два быка в стаде. Сейчас тут где-то 50 всего голов. И на осемнение где-то голов 30 будет. Где-то голов 30 на осемнение. И у нас, соответственно, два быка на это стадо. Может быть, чуть многовато, но быки нами раньше были использованы очень мало. Своего главного производителя, который был, кстати, рогатый, мы уже съели. Продали частично. Вот. Так что, сейчас вот новые два быка. Посмотрим, как они будут работать. Должны осемнять, в принципе, всех, кто здесь есть, кроме малышей там. Но мы предполагаем, что там такие малыши, что они еще в охоту не должны прийти. То есть, сейчас надо осеменить быстренько их матерей. А потом, в нужный момент, и этих малышей, где-то месяцем к 8-7, уже отобрать отсюда тоже. Пока быки будут заняты, соответственно, основным стадом. Надеемся, что все получится хорошо. Ну, вот такая вот у нас картина теперь наблюдается. Эти же быки были предводителями стада, бычьего стада, который пасется у нас там. Но, я думаю, они быстренько найдут себе новых предводителей. Без проблем. Вот, вперед смотрящий. Я считаю. Ладно, всем всего хорошего. До свидания. Показываю попытки коровы встать. На пастбище они залежались. И вот, в итоге встала. Вот у нас недавно отелившаяся мамка. Последняя, которая... Ну, не последняя, но... Последняя из тех, что отелились до сих пор. Где ее теленок, неизвестно. Смотрит она что-то туда, значит, скорее всего, он там. Где-то. Сейчас будем искать. Так, есть проблема телят, которые телятся уже в пастбищный период. Первые 3-4 дня, 2-4 по-разному. Телята очень слабые. Им надо обязательно спать большую часть дня. А, соответственно, на пастбище... А, вон, правильно мамка смотрит. Там он и лежит. Соответственно, а на пастбище телята просто ложатся и спят где-то. А если они лежат, соответственно, штадо все равно ходит. Стадо все равно ищет траву, ходит, перемещается. То есть теленок остается там, где лег. Ну и проблема здесь только одна, что мам, матери, если они особенно первотелки, не особо следят за телятами и так же точно уходят вместе со стадом. Ну и, соответственно, теленок теряется, грубо говоря. Мать начинает орать. Теленка нету. Он благополучно спит глубоким сном. Ничего не слышит. Ну вот, но в этом плане отелы на пастбище, конечно, не очень хорошие. Видите, мать идет за мной. Это хорошая мать. Она, помню, где теленок остался. Сразу туда смотрела. Вообще, они так секут этот вопрос. Телята также маленькие. Они не боятся электроизгороди. Во-первых, не знают. И, во-вторых, болевой порог очень низкий. И они, банально, им не больно это все, что их бьет. Но если теленок долго просто без матери, он банально не кушает. А если теленок не кушает, он не растет. Соответственно. Ну вот теленок. Вот матерь его. Ионная мать. Сейчас у меня задача подогнать, соответственно, его до вымени матери. Сначала, соответственно, надо растомашить. Он проснулся. Давай, давай, бычок. Бычок, номер 54. Бирку еще не вешали. Бирку мы вешаем, если уже четко верим в то, что у теленка есть большие шансы на выживание. Потому что иначе это просто трата бирки. Ну и плюс трата номера. Потому что в дальнейшем придется эти номера вести уже другим счетом. Ну, короче, вот так. Ну, тут пока еще не повесили. Просто времени не было. Очень много запарок сейчас. Идут дожди постоянные. Периодически выключают свет. Дойку проводим с генератором. Короче, проблем нормально. У некоторых молочных коров проблемы с выменем. Ну, в дальнейшем расскажем про это. Покажем. Мать. Мать тебе не нравится, что я трогаю теленка. Ну, давай, давай, встаем. Встаем, брат. Встаем. Встаем. Встаем, брат. Встаем, брат. Давай, давай. Давай, бычок. Ты же бычок, давай. Ты же конь почти. Почти мерен шестисотый. Давай. Давай, 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 давай. Давай, вставай. Что-то он заспался вообще. Капитально. О, все. Только на звук матери просыпается в итоге. Иди, иди до матери. Иди до вымени. У этой коровки на вымени попеломы, плюс какие-то раны. Но, так как она не молочная, проблем мы не ощущаем, соответственно. Теленок сам разбирается, что ему сосать, что не сосать. Где устроить матери масти, так где нет. Это нас особо не интересует, соответственно. Потому что все равно мы ничего не изменим. Вот. Давай, давай, давай. Корову не любят, когда люди присутствуют рядом. Но, особенно первой телке, они все переживают сильно. Вот такая вот у нас несуразная коровка. И рогатая, и черноносая, и с попеломами. Ну, а телила хорошего бычка. Что сказать. Коровка номер 10. Она у нас дочка самой шизанутой коровы. Та шизанутая корова недавно через... пыталась прорваться через металлическую стену. Погнула нам все... Все трубы металлические. Так что... Вот это ее дочь. От нее меньшего мы не ожидаем. Ну, я думаю, я их оставил вместе. Соответственно, они будут сосаться. Как только он чуть-чуть расходится, проголодается. Особо дальше трогать их я не буду. Потому что мы знаем, что он уже сосет. Уже даже было... моментами он бегал по другим коровам. Искал. У кого можно подсосаться. Так что он достаточно... Такой активный мальчик. И... И любит кушать. Единственное, что сейчас, видно, не голодный. Или вот еще не... Не проснулся до конца. Ну вот. Ладно. Соответственно, вот наше поле. Тут они уже, в принципе, подъели основной клевер. Осталось немного люцерны. Конечно, не очень хорошо их выпускать сюда в дождь. Но у нас особо альтернативы нету. Потому что, соответственно, понимаете, тут 2-3 дня были жестокие дожди. С молнией, с грозой совсем. Мы их держали под навесом. Там уже полное говнище. Привезти туда солому тоже не очень шибко. Я тороплюсь. Потому что у нас, соответственно, я развезу тут все поле. Пока буду ездить туда-сюда. Конечно, желательно, чтобы уже подождать, пока будет сухо. И продолжить это дело уже по сухости. Но посмотрим сейчас. Если прям будет невыносимо. Придется привезти. Два быка сейчас работают на этом поле. Заметили, что периодически они все-таки сталкиваются друг с другом. Начинают бодаться. Возможно, это из-за того, что они имеют практически одинаковый возраст. Они бодаются вплоть до того, что пока один другого в землю головой не прошмаляет. Он и будет пока как бы драться. Ну вот и получается, что в итоге они как бы какую-то часть времени заняты друг другом, а не коровами. Может быть, стоит из-за этого одного быка пока убрать. Ну не знаю. Пока не торопимся. Смотрим, все-таки они вдвоем бывают, работают одновременно даже. Так что пока особо за ними их не разделяем. Вот. Ходит один там. В конце сам. Наверное, это все, что я хотел сказать. Всем всего хорошего. Удачи в этот весенний период. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова